Уважаемый Михайлович, уважаемые коллеги, друзья, добрый вечер. Очень рад вас видеть снова. Мы с вами не так часто, как хотелось бы, но всё-таки регулярно встречаемся. А теперь накануне двух хороших дат. 110 лет, да? 110 лет от организованного профсоюзного движения. Организованного профсоюзного движения. И 25 лет в МПР. Вот, и 25 лет в МПР. Мы вам прислали это вообще приглашение, но поскольку до вас, как я выяснил, не дошло, я хочу вот прямо вот в таком виде, чтобы вы посмотрели. Всё-таки за 25 лет вы чему-то креативу научились. Да-да-да, не только. Хочу сказать, что научились не только креативу, но и научились эффективно работать по защите интересов трудящихся. Должен это отметить. Знаю это не понаслышке и не только как сегодняшний глава государства, но и как в недавнем прошлом представитель правительства. Мы работали очень активно со многими здесь присутствующих, и с Михаилом Ильичем, в частности, в рамках трёхсторонней комиссии, которая является одним из ключевых инструментов решения социальных задач, защиты, как я уже говорил, прав трудящихся. Но при этом хотел бы отметить и хотел бы вас поблагодарить за это профсоюзы при, безусловно, и правильной нацеленности на то, чтобы в любом случае действовать в интересах рабочего человека, трудящегося в широком смысле этого слова человека, всё-таки не руководствуется популистскими соображениями, а понимает основную задачу развития страны, развития экономики. А она, напомню, заключается в том, чтобы уровень материального благосостояния наших граждан, трудящихся в России, напрямую был связан с уровнем развития самой экономики, с её диверсификацией, с повышением квалификации работника, с внедрением новых технологий, с повышением мобильности трудовых ресурсов, использованием их на важнейших направлениях развития нашего государства, нашей страны, её экономики. Ну и, разумеется, много с вами всегда дискутируем по социальным вопросам. Думаю, что вы согласитесь со мной. Мы много раз об этом говорили. Социальная поддержка со стороны государства должна совершенствоваться и должна быть адресной. К сожалению, у нас до сих пор очень многое из того, что выделяется на эти цели, как часто у нас в народе говорят, размазывается очень тонким слоем, и его часто получатели этой поддержки и не чувствуют, а иногда достается эта поддержка тем, кто, в общем-то, не очень-то и нуждается. Но здесь, конечно, очень важно действовать аккуратно и при всех новациях. Вместе с водой, как у нас говорят, и ребёнка не выплеснуть в условиях, когда наша экономика переживает явно не лучшие времена, мы должны в социальной сфере действовать очень аккуратно и внимательно следить за ещё одной нашей, безусловно, общей задачей. Это касается поддержания занятости, создания новых рабочих мест на основе современных квалификаций и переподготовки кадров. Собственно говоря, я сейчас прошёлся практически по всей палитре тех непростых вопросов, которыми нам с вами приходится заниматься практически постоянно. Ну и, тем не менее, в преддверии вот этих больших событий я вас с этими событиями, вас и всех членов профсоюзов России хочу поздравить. Спасибо.